Здравствуйте, уважаемые друзья! Как-то увидели у меня вот такую фотографию такого жучка, друзья, и попросили, чтобы я показал это в фильме. Давайте изготовим, но я не люблю повторяться, поэтому мы изготовим немножечко в другой манере. Итак, возьмем для начала иглу, чем тоньше она будет, тем лучше, зажимаем в тисочки. Изготавливать можно как на пенке, так и на материале, тот, который я сейчас вам покажу. Изготавливать мы будем вот из полипропиленовой такой пряжи, поэтому давайте начнем. А в процессе я вам буду уже рассказывать нить, можно брать любую, какая у вас будет под руками. Крепим хорошо, сразу для надежности можно добавить клей, но я обычно это делаю потом. Закрепили, так, чтобы была небольшая подложечка. Теперь я беру, креплю буквально вот так за небольшой край, для того, чтобы потом нам прокрутить всю пряжу. Закрепили, подтянули, пока ничего не проматываем. И теперь я беру и начинаю вот так скручивать нашу пряжу. Я взял крючок номер 10, это для изготовления нимф и бокоплавов. Можно взять 12, но по величине этого крючка я изготовил тело. Берем теперь наше тело, которое мы изготовили. Вначале сейчас закрепим еще нить. Нить мы будем использовать тонкую и крепкую. Приблизительно на середине крючка крепим нашу нить. Добавим немножечко клея. И промотаем теперь по цевью. Хорошо проармируем наше тело. Вот так. Доводим до места крепления. Здесь оставляем. Берем изготовленное нами вот такое тело. Выбираем линию изгиба, которая нас устраивает. И здесь подхватываем. Пока сильно не притягиваем, ничего не крепим. Посмотрим, как у нас располагается тело. Вот меня так вполне устраивает. Теперь я беру клей и хорошо промазываю цевьё там, где мы будем крепить наш полипропилен. Полипропилен и полипропилен тоже. Его как раз длины до колечка нам вполне хватит. Нить удаляем. Подровняем наши кончики. И теперь хорошо, не торопясь, так чтобы у нас ровненько наша пряжа лежала на цевье, мы закрепим. Вот так будет нам достаточно. И теперь в месте крепления. Там, где мы закрепили наше тело. Возьмём парочку бородок пера павлина. Как обычно, потянули за край, оторвали лишнее, что отрывается. И крепим. И теперь мы в месте крепления должны с вами хорошо-хорошо промотать. Так, чтобы у нас не было видно перехода нашего тела. Вот так будет нам достаточно. Закрепим наше перо. Остатки отрежем и не выбрасываем. Они нам сейчас пригодятся. Отрезаем эти остатки. И в качестве крылышка нам понадобится перышко джунглевого петушка. Я подобрал перышко джунглевого петушка, так чтобы у меня хватало его длины для изготовления крылышка и грудки. И теперь я перевёл нить в место крепления нашего пера. Мы с вами должны здесь буквально пара-тройка оборотов вот так подхватить. Подхватить наше перо. Для более качественного крепления я нанесу клей на нить. И выполним пару-тройку оборотов. Вот так будет достаточно. И теперь я беру, переламываю вот так то, что мы с вами крепили, для того, чтобы нам закрепить с вами лапки. Следим за тем, чтобы наше перышко никуда не уходило. Аккуратно, аккуратно. Вот так. Закрепим наше перо, чтобы нам не мешало. И теперь нам необходимо с вами закрепить, выбрать два хороших пера павлина, так, чтобы были хорошие и длинные пышные оборотки. Вот где-то так, как у меня. Отрываем, как обычно, наши кончики. Если по каким-либо причинам у вас этого материала нет, можно заменить на даббинг. И крепим здесь. И теперь самый ответственный момент. Каждый может подойти к этой операции, как сочтет нужным. Я, допустим, в разных вариантах изготовления использовал разные методы крепления. Я беру теперь вот так. Креплю первую лапку нашу. Крепить я ее буду так, чтобы она у меня слегка в сторону и в то же время назад смотрела. И обязательно берем теперь перо, проматываем за лапками и хорошо проматываем перед лапками. Оставляем. Так, чтобы никуда не убежало мое перо, я беру зажим. И наше перышко у меня висит в воздухе. Беру теперь вторую пару, которую я буду изготавливать лапок. Это все из отходов тех, которые вот остаются у нас все перья. Она у меня должны стоять, эти лапки теперь, строго вот так в сторону. Как вам будет видно, я покажу. Вот так должно. И опять берем, проматываем за лапками. И переводим перо, проматываем один раз перед лапками. Оставляем. Берем следующие остатки пера. И также теперь формируем уже, чтобы мои лапки были направлены слегка вперед. Вот так. Хорошо. Следим за направлением. И прихватываем наши лапки. И нить я перевожу теперь к колечку. Как вы видите, должна выйти у нас вот такая конструкция. Беру, снимаю теперь мой держатель пера. И выполняем теперь оставшимся пером обмотку перед лапками. Слегка отодвигаем их. И выполняем обмотку аккуратно, аж до самого колечка. Мы с вами отрезали остатки пера. Установили крючок в удобное для нас положение. И теперь остается нам только лишь хорошо накрыть грудку. Отводим все перышки, которые нам мешают. И вот так аккуратненько подхватываем наше перо. Следим за тем, чтобы перья не попадали в перышки нам под нитку и не портили картину. Для того, чтобы перо у нас более качественно держалось и уже никуда не убежало, я обычно его беру вот так, переламываю замком и проматываю здесь еще раз, чтобы более качественно оно у меня держалось. Удаляем теперь остатки нашего пера. Не за один прием, аккуратненько. Вот так. И теперь, как у каждого жука, нам необходимо сделать усики. Усики мы будем изготавливать также из этих остатков, которые вот остаются от наших перьев. подберем так, чтобы они были более симпатичные у нас. Вот. И закрепим теперь наши усы. Притяжной петлей, здесь же у колечка, подхватили. Посмотрели, насколько они у нас подходят. Разведем в сторону. Вот так. И теперь окончательно уже здесь подхватим. Если длина нас устраивает, можно немножечко покороче. Вот так будет достаточно. Подхватываем хорошо за колечком пару-тройку оборотов. Поднимаем наши усики вверх. И промотаем теперь перед колечком, так, чтобы наши усы поднялись вверх. И, друзья мои, нанесем теперь капельку клея на нить. Нам необходимо будет промотать перед нашими усами, наклонить их немножко вперед. И теперь окончательно закрепить уже там, где мы с вами закрепили усы. И сделать здесь завершающий узел. Нить отрезали. И отрезаем теперь остатки наших усов. И у нас с вами, друзья, должна выйти вот такая вот, как видно вам, конструкция. Значит, что теперь нам необходимо сделать? А теперь наступает самый такой ответственный момент. Это мы будем работать с лаком и с пинцетом. Пинцет желательно, чтобы не имел у нас губок. Насечек на губках. Вот такой вот желательно, чтобы был плоский. С вами приблизительно выберем, какой мы будем с вами длину наших лапок. И должны вот так их обозначить. Задние, передние должны обозначить одну, вторую и третью лапку. Вот так, с одной стороны. И соблюдая все размеры, пропорцию, с другой стороны. Следим за тем, чтобы не оторвались наши лапки. Фиксируем руку. Слегка сдавливаем перышко и придаем ему направление, которое нам необходимо. Вот у нас должны выйти вот такие отогнутые лапки вперед и назад. И теперь мы возьмем качественный лак долго, нудно и проклеим вот так, друзья, каждая коленка. Я покажу на одной лапке, а вы уже потом будете делать это сами. Берем наш лак, подгибаем вот так аккуратно наше коленка и наносим лак. Держим до тех пор, пока наш лак не начнет схватывать. Клей я не использую, потому что клей имеет у нас светлый оттенок, поэтому и вот так держим буквально до тех пор, пока у нас лак не начнет схватывать. Как только лак у нас начинает схватывать, можно будет отпускать ножку. Естественно, это будет очень долго, поэтому давайте я сделаю, а потом мы с вами включимся. Дождались, пока схватятся наши коленочки, и теперь нам остается только лишь с вами выбрать ту длину, которая нам необходима. вот так приблизительно должен выглядеть наш жучок. Вы потом сами себе придадите ему необходимую форму лапок, в принципе-то вам уже все понятно, как изготавливать. за счет тела, что у нас выполнен на пенке, он достаточно хорошую имеет плавучесть. Почему я использовал, как вы поняли, лак, а не какой-либо другой клей? За счет того, что наш клей, лак, имеет подвижность хорошую, не боится воды, то есть при поклевках нашей рыбке это абсолютно не мешает. Оно все движется и все живое. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!